всем привет с вами кейн и сегодня у меня в обзоре салим американский тяжелый крейсер 10 уровня купить его можно за уголь в адмиралтействе насколько я помню он стоит вроде бы 246 угля но это я точно не помню он систершип демойна топового американского веточного крейсера 10 уровня в чем же разница что брать салим или демойн прокачать в общем вот мой обзор есть у меня и тот и тот крейсер на обоих я наиграл достаточное количество боев в чем их такая особенность вернее разница у них есть небольшое отличие в пво в том плане что у демойна есть ближняя аура которая работает вроде бы на 1 и 6 километра это 20 миллиметровые эрликон и их 12 штук на корабле у д салима таких автоматов эрликон нету но он не слабее в пво поскольку они работают лишь в том случае когда самолеты если это торпедоносцы или ракеты пролетают именно над вами над кораблем и только в тот момент они работают либо же если это бомбардировщики пикирующие то есть они когда заходят на него именно тогда работают именно эта часть пво у салима и его нету и как бы сильно по пво он не проседает поскольку пво у него все-таки достаточно мощные и следующая наверное особенность это будет я бы отметил в рлс к у салима и как и у демойна есть рлс к в третьем слоте только у демойна она работает 40 секунд на 10 километров а у салима она работает 40 секунд на восемь с половиной километров что не делает его особо выдающимся охотником за эсминцами но у него есть особенности вместо рлс к взять и габ то есть у него будет и заградительный огонь и гидроакустический поиск в одном как бы сказать бою это и другое то есть он будет защищен от торпед и от пво налетов другой аспект этих кораблей в том что у демойна хилка отхиливает 303 очка боеспособности в секунду а салима она отхиливает 994 очка то есть в три раза больше что это значит что он не убиваемый нет он просто очень хорош против крейсеров поскольку если он не подставляет цитадель и его просто там фугасит выжигают или еще как-то там наносит ему урон но не в цитадель то он очень жестко может отхилиться то есть на уровне коня и минотавра но если он получится в цитадель то сами понимаете отхилит он всего лишь чуть-чуть на этом его технические характеристики я думаю всем ясны перейдем к выбору модернизации первом слоте это основу основное вооружение модификация 1 то есть стандартная считаю во втором можно взять конечно любую то есть на заградку на габ или на рлс но у меня стоит стандартная для крейсеров как бы по моему мнению это система борьбы за живучесть в третьем слоте у меня стоит система наведения и в четвертом стоит рулевые машины модификации 1 в пятом стоит соответственно маскировка и в шестом я взял модификацию на орудие главного калибра что она дает она дает минус 12 к времени перезарядки орудий гк и минус 13 к скорости поворота башен главного калибра в общем башни крутится чуть-чуть медленнее но стреляет он на 12 процентов быстрее зачем я это сделал и почему потому что домой домой на достаточно хрупкий корабль как и салим но у салима есть опять таки же хилка которая в три раза лучше хилл чем у демойна поэтому на нем можно агрессивничать и использовать его как дуэлянта то есть на близкой дистанции он разберет практически любой крейсер ну соответственно линкор и ответит серьезной оплюхой но против крейсеров весьма хорош разберет и на фугасах и на бэбэшках поэтому взял такую модернизацию поскольку на нем я считаю она смотрится довольно таки неплохо на дымой не у меня конечно же стоит другая модернизация система управления огнем который увеличивает на 16 процентов дальности ну он корабль и не такой крутой по силке поэтому на нем стоит такая модернизация по билду перков первым что я взял это же приоритетная цель вторым мастера наводчика третьим взрыва техника и четвертым мастера маскировки после чего взял отчаянный и бдительность потом накопил 4 очка на усиленную огневую подготовку под сколько это пво крейсер и перк на пво ему будет лишний поскольку он реально будет сбивать достаточно много самолетов поскольку а вики сейчас у нас в боях не редкость и 8 или 10 уровня неважно перк на пво будет не лишним но если он вам кажется и так силеным в пво или вы как-то играете в отряде с кем-то там что вам не нужно прикрытия пво можете взять радио пеленгатор поскольку найти эсминца или же просто какой-нибудь другой невизны корабль типа минотавра достаточно может пригодиться в общем возможно есть другие варианты перков но у меня стоит именно такой и все время стоял именно такой иногда оставил конечно же радио пеленгатор и ставил еще какие-то другие перки но пришел к выбору именно вот такого билда стоит он и сидит у меня вернее здесь вильям хэлси с талантами и соответственно с бафнутым перком мастер-наводчик прокачиваю я его сейчас но у меня есть капитан с 19 очками который за вкреплен за дымой нам но его можно же пересадить без штрафа на переобучение на салим но сейчас я просто катаю с этим капитаном и так перейдем к бою в общем сначала я пошел в одном направлении потом в другом зачем я это сделал салим не сильно такой бронированный корабль не такой как допустим советский или немецкий поэтому на нем нужно играть аккуратно он может навалять крейсером но против линкоров он может получить оплюху а от репаблики ямато и тому подобных крутых кораблей с тяжелыми пушками он может сильно просесть в начале боя а потеря такого крейсера в начале боя как бы нежелательно поскольку у него есть и пво и скорострельность то есть он может и добить противника на фугасах и также сама неплохо просадить его по хп поэтому нужно играть крайне аккуратно и не подставляться начали мы бой конечно же на точке d света там не было поэтому я немножечко там постоял подождал будет ли какое-то продвижение моих союзников но увы его не было поэтому я начал двигаться к направлению открытой воды играть более немножко рискованно поскольку есть авик и есть всякие крейсера линкоры которые могут нас просадить поэтому я и шел осторожно но все же таки агрессивно дошел немножко поддержал наковырял цитадели пострелял по линкорам по крейсерам бронебойками выбил цитадели и теперь вижу что противники на точке d где мы были изначально они пошли в обход что забрал у них достаточно много времени именно выключение из боя достаточно большое время и не могли никого атаковать поэтому я возвращаюсь дабы поддержать тех кто там остался и возглавить скажем так сдерживание дальнейшего rush rush этих кораблей сейчас нужно разобраться с теми кто у нас есть здесь скажем так во фланге то есть это линкор и авик также еще есть крейсер но он играть на 1 отходе а с нашей американской баллистикой то есть навесная у нас самая навесная баллистика нам играть на открытой воде и тем более уж с японским крейсером крайне нежелательно но заплевать какой-нибудь линкор авик мы можем с легкостью фугасами или бронебойками но перестреливаться с отходящим крейсером лучше не стоит в общем сейчас мы заберем наших противников здесь и когда у нас уже не будет врагов с фланга и в тылу мы развернемся под энвизом отсветимся то есть подождем 20 секунд после выстрела последнего зэка и развернемся на наших противников которые там осталось четыре корабля два линкора и два крейсера в общем сейчас мы видим репаблику и под репаблику не стоит подставляться вот если вы видите то кто-то взял мне в прицел и это как я вижу репаблика я конечно же не циркулирую и не стреляют дабы отсветиться и сделать маневр то есть развернуться к ним носом вот отошел в порт за у поскольку он циркулировал и стрелял репаблика не потеряла в эту возможность шотнуть его конечно же до проблема самолетиком он нас подсветил но это лишь на короткое время мы смогли зациркулировать и теперь и идем носом на них крейсера не составит нас сильно пострадать а вот линкор может нас хорошенько просадить но все все же не стоит упускать себе возможность пострелять тем более по крейсеру идущему бортом переключаемся на бронебойки и стреляем по крейсеру начинаем пристрелку поскольку даже на 13 километрах можно даже не попадать промахиваться пока противники заняты нашим линкором мы пытаемся на стрелять в борт крейсером забрав крейсер мы сразу же переключимся на линкор тем более как вы видите бронебойки делают свое дело то есть быстренько разбирают крейсер и он даже если бы отвернул возможно в долго бы все равно не прожил теперь в нашем прицеле ямато который также вышел на перекрестный огонь то есть там есть у нас линкор с этой стороны также его поджимает линкор и я на крейсере пытаюсь его как-то пробить и надеюсь что он подставит мне борт и я переключусь на бэшки на такой дистанции есть шанс вытащить с линкора цитадель то есть менее 10 километров возможно возможно есть шанс пробить его но он к сожалению нам не подставляется забираем его на фугасах но вернее разбираем его на фугасах забирает его ямато но тем не менее вот такой вот у нас получился агрессивный бой всем спасибо за просмотр и подписывайтесь на мой канал пишите комментарии ставьте лайки и если у вас есть пожелание увидеть обзор на какой-нибудь другой крейсеры который вас интересует пишите в комментариях я попробую сделать но сейчас всем спасибо всем пока и